В преддверии наступления нового срока уплаты имущественных налогов за 2019 год, а это 1 декабря 2020 года, хотелось бы предупредить о неисполнении налогового законодательства. В настоящее время всем налогоплательщикам направлены налоговые уведомления за 2019 год со сроком уплаты 1 декабря 2020 года. И если обязанность по уплате налогов не будет исполнена в установленный законодательством срок, то налоговым органам будут применяться меры принудительного взыскания. А именно, в адрес налогоплательщиков будут направлены требования об уплате задолженности. Если обязанность по требованию не будет исполнена, налоговым органам будет инициирована процедура по направлению заявления о взыскании за счет имущества должника в судебные органы. Далее суд вынесет судебный приказ о взыскании, который направляется либо в адрес работодателя для удержания заработной платы, либо в банк для удержания денежных средств должника, либо в службу судебных приставов. И в процессе судебного производства будут применены такие меры, как арест имущества с целью дальнейшей реализации его, ограничение права выезда за границу, ограничение на регистрационные действия имущества, ограничение на счет для взыскания за счет денежных средств. К сожалению, на сегодняшний день за предшествующие периоды у нас есть ограничения по задолженности перед бюджетом по вступившим в законную силу судебным актам. Поэтому хотелось бы обратиться к налогоплательщикам. Если кто-то до настоящего времени еще не получил налоговое уведомление или проигнорировал и не оплатил налоги за предшествующие периоды, либо не своевременно оплатил налоги, обязательно, пожалуйста, обратитесь в инспекцию и проконсультируйтесь о наличии или отсутствии задолженности, так как если вы не исполнили обязанность по уплате налогов до наступления срока уплаты, сумма задолженности ежедневно продолжает расти за счет начисления пеней. И еще хотелось бы обратить внимание, для тех налогоплательщиков, у которых существует личный кабинет, в настоящее время реализована возможность уплаты налогов с помощью единого налогового платежа, который в свою очередь является аналогом электронного кошелька, куда гражданин может добровольно, заранее, еще до получения налогового уведомления, перечислить денежные средства для уплаты налогов и задолженности. С помощью единого налогового платежа можно оплатить такие налоги, как налог на имущество, налог на землю, транспортный налог, а также налог на доходы физических лиц, но только в том случае, когда он был исчислен, но не удержан налоговым агентом. Сделать этот взнос можно в любое время, в течение всего года, не переживая в дальнейшем за своевременность и исполнение налоговых обязательств через личный кабинет налогоплательщиков.